Дело в следующем. Что такое комплекс оборудования? Это любые системы, сложные, состоящие из многих технических устройств, которые включают в себя измерительное устройство, исполнительное устройство, перерабатывающее устройство, индицирующее и так далее. Значит, то есть это многоаппаратура. На самолете таких систем, многие десятки, на любом самолете. Это пилотаж, навигационные, всевозможные обзорные, локационные, на военных самолетах еще есть система вооружения и так далее. Кабина, в которой натыкано приборов достаточно много. Все это хозяйство надо, чтобы работало вместе. Но это не только на самолете. Во-первых, на всех подвижных объектах это так, в кораблях, ракетах и так далее. Во-вторых, во всяких технологических производствах это тоже так, когда, скажем, какая-нибудь поточная линия, значит, скажем, прокатный стан, надо, чтобы клети ходили по определенной программе и так далее. В общем, таких систем технологических много. Вот все эти разнородные устройства, как правило, изготавливаются различными предприятиями. Самолет, например, делается на самолет на строительном заводе. И туда свозят со всей страны буквально около тысячи предприятий свои изделия. И там все это хозяйство вместе собирается. До этого это свозили на какие-то стенды, где все это собирали и так далее. Значит, мы сталкиваемся с тем, что многие десятки или сотни различных устройств должны взаимодействовать между собой и должны обмениваться друг с другом информацией. Между тем, каждый из них физически отличается один от другого. Одно от другого отличается. Значит, выполняет свою физическую задачу, не ту, которую выполняет любой другой. И поэтому получает измерительную информацию в виде отличном от того, что получают другие. А работа все должна вместе. И вот это обстоятельство накладывает очень такие непростые требования к предмету сопряжения. Вот в 1976 году, по этому поводу, когда уже мы разобрались на самолете, мной была выпущена книга «Построение систем связей комплексов оборудования летательных аппаратов». Должен заметить, что никто ничего похожего ни до этого, ни после этого не выпустил. Потом, по ее следам, я выпустил дополнительную книжку «Основа организации системы уже цифровых связей», поскольку предыдущие поколения уже потеряли большой смысл. Ну вот, а теперь, значит, вот это. Ну, это есть пропаганда того, как можно использовать авиационный опыт, значит, ну, в любых других, собственно говоря, системах. Потому что они просто не знают. Если в авиации, в мировой, это все утвердилось уже крепко, поскольку американцы у нас передрали все это спустя лет шесть, значит, чему есть, так сказать, объективные свидетели. У нас вообще была, в нашей лаборатории была задача, на тратить американцев, мы их надо же. Мы выпустили соответствующее руководство, элементную базу и много чего сделали, значительно раньше, чем это было сделано во всем мире. Американцы потом уже, то есть, те документы, по которым вся наша промышленность уже работала, американцы первой редакции сделали шесть лет спустя. Это ареньки. У меня ГОСТ уже, Нормаль вышла в 68-м году, Нормаль, 847 АТ, авиационной техники. Сейчас, 68-й год, да, но она уже неинтересна. Это была первая Нормаль, 1968-й год. ГОСТ 18-977. Сейчас запишем. Пожалуйста, ГОСТ 18-977 был выпущен в 73-м году, он был выпущен сроком на 5 лет. Значит, его изменения, то есть, он с изменениями, с усовершенствованным некоторым, очень небольшим. Он был выпущен в 79-м году, и у меня хватило гениальности сделать его бессрочным. И после чего его, кроме меня, никто не мог изменять. И он действует до сих пор. И все бортовое авиационное оборудование работает по нему. Потому что, если вы сделаете не по нему, вы просто не встанете на борт. Понимаете? То есть, просто ни с кем не сопряжешься, да и все. Но вот я считаю, что это не моя личная работа, это не надо так понимать. Я, конечно, был руководителем, закоперщиком, номинициатором, все такое. Но это и есть коллективный труд лучших ведущих инженеров приборства, не на авиапрома, приборства рейки. Это коллективный труд. Потому что по каждому вопросу я о них не только сегодня расскажу. Значит, скажем, допустим, сколько разряда должно быть в слове, которое передаю? 32. Откуда 32? Почему 32? Это избыточность. Адрес, не адрес. Разрядный вперед, разрядный назад. Единый масштаб, не единый масштаб. Там всего образа. Вот сидит человек 30-40 инженеров с разных предприятий. Начальника мы вообще никогда не звали. Это не их дело. Ну вот. И вот, значит, мы всех знаем там Александр Васильевич, Саша. Вот оттуда мы берем Мишу, оттуда берем того-то, вот его собираются, вот вся эта компания. И вот мы обсуждаем конкретный технический вопрос. Один. Обсудили, договорились, записали. И вот, я не знаю, слышали вы такого токаря Барткевича на 50-е годы в Ленинграде. Нашелся один такой токарь, умник, значит, который сделал следующую вещь. Тогда увлекались скоростным резанием. Вот этот токарь Барткевич облазил все ленинградские заводы, постоял за плечом у всех самых лучших токарей города Ленинграда. Что-то там записывал, что-то там присматривал. А потом из всего этого дела, то есть у каждого взял лучший его прием, потом все это хозяйство сложил вместе и дал тысячу проценту производительности труда. Понимаете, как ясно? То есть он разложил весь процесс, так сказать, течение на части, по каждому выбрал то, что самое лучшее. Вот как лежит инструмент, какие углы у этих резцов, понимаете, вот как он закрепляет, как там чего. Все, 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 все. Потом все это собрал вместе, и у него был лучший, так сказать, лучший производитель. Я то же самое сделал по сопряжению. Я все разложил на элементы, какой импульс, какая линия, какие это самое. По каждой из них было отработано решение наилучшее, а потом все сложил вместе, вот это ГОСТ и есть. 18-970. К нему еще полагается два РТМа, два руководящих техничных материала. 14-71 по аналоговым связям и 14-95-75. 14-71, ай-яй-яй-яй-яй-яй, забывать начал. Забывать начал. Второй 14-95-75, 75-го года, в котором уже все разломано, ну вот второй, это вот такой толщины. Здесь на него ссылка есть, а вот на аналоговую есть ссылка здесь или нет, это я уже забыл. Сейчас посмотрю. РТМ выпустила ведомство какое-либо или РАС-стандарт? Нет, значит, у нас есть НИИСУ, научно-исследовательский институт с нейвертизацией и унификацией. НИИСУ, они ищи живы-здоровы, никуда не делись. Они находятся от метро Рижского, если так сказать, перейти через мостик, они вот там, справа внизу за мостом. Справа внизу за мостом. Это они. НИИСУ. Значит, вообще говоря, все стандарты я же не могу выпускать. То есть я предлагаю, НИИСУ утверждает, потом ГОСТАНДАРТ утверждает. А руководящие технические материалы, ГОСТАНДАРТ не проходит, они проходят только вот НИИСУ. Значит, вот последний стандарт, 495, руководящий технический материал авиационной техники, обмена информацией двуполярным коном в оборудовании летательных парад. Это вот это, это вот то, что вот здесь. Вот сюда это дело вошло. Ну, вкратце, конечно, потому что я не мог все таблицы сюда засовывать. Смысл такой, что, ребята, смотрите, авиация отработала у себя и все эти совокупности лучшие решения, какие только можно было придумать. Ну, в определенном диапазоне, так сказать, информацию, частот там и так далее. Но это лучшее решение. Они прошли жесточайшую проверку эксплуатации авиационной. Понимаете, мы сначала считали, сколько мы бит налетали, потом мы считали, сколько мы слов налетали, потом мы стали считать, сколько мы часов налетали, потом начали считать, сколько мы издельных, потом плюнули на всю эту затею, потому что, ну, просто все поголовно. Ну вот. Но больше это никто не знает. То есть авиация мировая знает. У нас, мы пионеры, мы все это сделали. Американцы у нас передрали, у них называется это Айринг, аэрокрафт инкорпорэйшн, и в частности это Айринг 400 серии, вот, ну и в 600 серии это фактически вошло все то же самое. Вот. Ну и сих пор все говорят так, Айринг такой-то, Айринг 429, скажем. Ну вот, значит, то есть вот это 429. Ну, а про нас, нашу славную лабораторию, на мое скромное имя, все давно забыли, что оно на свете-то существует. Понимаете, это обычная история, тут я обижаться не на кого. Ну вот, это нормальное дело, пошло в дело, и слава богу. Вот. Но другие отрасли, судовики, ракеечки, об этом не знают, что оно существует на свете. Просто не знают. И сейчас не знают. А уж про промышленности говорить не знаю. Ну это так, к слову. Так. Так вот, дело заключается в следующем, что у нас всегда есть некое устройство, есть некое устройство, и через него надо пропустить какую-то информацию. Какие-то сигналы через него надо пропустить. Задача заключается в том, что если мы хотим знать, оптимально у нас построено что-то или неоптимально, хорошо или плохо, то нам надо одно сравнивать с другим. И это надо делать в единых единицах. Ну, вообще говоря, пример подает нам никто иной, как товарищ Маркс Карл в своем капитале. У него, если вы помните, есть такие две замечательных операции. Товар, деньги, товар. И деньги, товар, деньги. Я обращаю внимание на полную аналогию с сигнал, информация, сигнал, информация, сигнал, информация. То есть, что такое? Товаров много. Они все разнообразны. Я не могу сложить одни очки с одной книгой. У меня был случай, правда, когда я на Кольском полуострове с одной девочкой подсчитывал предметы. Мы насчитали 19 конфеток и одного котенка. Всего 20. Понимаете, Крисовик? Можно, конечно, и так. Но если надо было кого-нибудь съесть, то с конфетами проблем бы не было, а котенок мог возражать. Понимаете? Поэтому, значит, я, кстати, с того времени понял, что в основах арифметики обыкновенной должны лежать определенные правила. Например, вы суммируете однородные предметы. Что такое умножение, что такое деление и так далее. Целое дело. Потом мне кто-то сказал, что там в основе арифметики обычно лежит 17 правил. Ну, я нашел там 4 или 5. Понимаете, Крисовик? А говорится больше. Значит, а вот деньги мы суммируть можем. То же самое и с сигналами. Сигналы мы суммируть не можем. Здесь напряжение, здесь частота, здесь давление, здесь еще что-то. А информацию мы суммируть можем. И поэтому, если мы хотим произвести оценку, так сказать, вот сколько у нас хорошо загружено устройство, или плохо, или там еще что-то такое, мы должны знать пропускную способность устройства вбитых информаций, и мы должны знать сигнал вбитых информаций. Тогда можно сравнивать. Ну, вот до нас этого не сделала никто. поскольку у нас сопрягать должны неких два устройства, всегда здесь источник и есть приемник, значит, возникает вопрос понятия канала связи, сразу требуется выяснить, что такое канал связи, что вообще это такое. Значит, то дальше встает вопрос о пропускной способности канала связи, значит, и, значит, отсюда целая, так сказать, вот, целая постановка, вот, проблемы. Когда в 56-м году, я кончил в 55-м году институт, попал к ракетчикам, там поднял хай, что, значит, попал не по специальности, все на меня смотрели как на последнего идиота, потому что там платили много, в других местах столько не платили, и жилье было, и все такое, я, тем не менее, добился перевода в ЛИИ, где мог заняться, так сказать, наукой, потому что там наукой, там КБ, заниматься наукой было, ну, ни с какого. Вот, не пожалел ни на один день, и, значит, вот, занялся здесь. И вот в 56-м году, когда прибыл, то выяснилось, что именно к этому времени для нашего родного начальства авиационного, так сказать, созрела идея у него о том, что какой бардак развели самолетчики в области прибора строения. Я его описал, вот, книжки этой здесь нет, вот, может быть, выйдет еще, записки системотехника. Значит, дело заключалось в следующем, что мы имели на тот момент 11 самолетов строительных КБ. 11. Ну, включая два вертолетчика. Каждый из них одновременно делал несколько изделий. Скажем, у Туполева всегда в заделе было самолетов 5, у Микоянов и сухих тоже самое, ну, у каждого. В сумме это составляло 40-50 летательных аппаратов, которые находились в опытной разработке. Каждая из них, значит, там система такая, есть генеральный конструктор, это руководитель фирмы. А под ним сидят главные конструктора, каждый главный конструктор имеет свой летательный аппарат, он ими занимается. Вот каждый главный конструктор, значит, порядка 40-50 штук на всю авиационную промышленность, считал себя вправе заказать приборы строительной промышленности, то есть тому же министерству и другим главкам, это 4-й, 5-й, 9-й главки, заказать то, что ему нужно. А то, что ему нужно, определял его инженер, который там где-то сидит, вы понимаете, и вот то, что он сказал, главный конструктор кивает головой, это пошло задание в промышленности. И к тому времени, когда нас создали для того, чтобы мы наводили какой-то порядок в этом вопросе, потому что бардак развиления ужасающий, я очень быстро оказался руководителем группы, потом начальником сектора, и вот у меня была такая Тарутаева Надежда Ивановна, которую мы послали в отдел комплектации Минавиапрома, посмотреть, сколько таких систем нас заказывали наши дорогие авиаторы. Она уехала и пропала. Нет ее, Через несколько дней мы схватились, куда делась сотрудница наша. И выяснилось, что она сидит в том же самом отделе комплектации и добросовестно выписывает все, что нам сказали наши главные конструкторы. Выяснилось, что они заказали для измерения курса единственного параметра, курс, 96 модификаций курсовых систем. 48 радиосредств, я сейчас могу путать, 28 доплеров систем, которые на самолете еще не стояли. Но уже заказали 28 модификаций. Чем они отличались? Они отличались размерами, местонахождением разъема, типы разъема, там еще что-то такое. А приборостроители брали под козырек и делали вот все это барахло. Вот в результате мы и появились. из-за того, чтобы мы со временем навели какой-то порядок. Мы его навели достаточно эффективно, достаточно быстро и жестко, это самое главное. Потому что все это находилось в моих нежных руках и соответствовало моему нежному характеру. Потому что это битва характера. Понимаете? Когда надо вот настоять. Два раза стояло Министерство на грани крупнейших скандалов. Но, так сказать, всю линию провел. Вот, значит, и вот тогда же, в 58-м году, нам попала тема вала. Она называла так вала. Которая была закончена в 62-м году, предъявлена. По ней надо было решить единственную задачу. Надо было научиться преобразовывать угол поворота вала в двоичний ход. И к этому времени наплодили этих самых преобразователей столько, вот я тоже это описал, что если бы мы их выставили все, мы выставили часть. То есть, значит, подо мной ходило пять организаций. Пять. А я был головником вот в пятой организации. Это был Филиан Лиин. Значит, когда мы всем все собрали, вот по нашим заданиям что сделали, значит, то вдоль коридора там нашего поставили столы, на них мы выставили, и этот коридор у нас был вот в два раза длиннее, чем вот от этой синьки до той синьки. Он, по-моему, старый нам был. Но если бы выставили все, что было в промышленности, то коридор протянулся бы от Земли до Луны, а может быть, еще и до какого-нибудь созвездия. Такое количество на делах. И все барахло. Все никуда не гадилось. Встал вопрос о том, что нужно делать, потому что мы не можем на геероскопическое устройство поставить что-нибудь вот такое грандиозное. Надо обеспечить серийную способность, надо обеспечить высокую надежность, надо обеспечить простоту, и надо обеспечить при этом высокую точность и быстроткость. Ну, непростая задача была. Мы решили внушим. Это я вам расскажу. Вот. Так вот, короче говоря, таким образом стал вопрос вот о чем. Что если мы хотим иметь систему, объединяющую все это дело, мы должны иметь единую валюту. Мы должны иметь единую валюту. И надо бы учиться в этой валюте работать. То есть в информации. Тогда возник вопрос, что такое информация? К моему счастью, в 1968 году Петр Васильевич Новицкий, профессор нашего электромеханического факультета, значит, выпустил вот эту книжку. Она называется «Основа информационной теории измерительных устройств», где он показал, как надо считать информацию при мере к измерительным устройствам. Он, правда, ничего не знал, что можно сделать в авиации, ничего не знал, как можно вообще все системы привести, но он положил начало этому делу. Что мне очень понравилось? Потому что выяснилось, ну, причем мне, кстати, доработки того, что он здесь сказал, что, в принципе, мы можем любой абсолютный сигнал представить как информацию. Оценить его в информационном содержании. Ну, вот все это хозяйство в этой книжке было изложено. Ну, вот сейчас я пытаюсь написать, выпускать книгу, которая будет называться так, «Философия и методология технического комплексирования». Потому что эти вопросы все возникают тогда, когда у вас много. Надо все привести в систему. Ну, надо сказать, что вопрос о том, как считать информацию, вообще, говорили впервые, поставили такие Шенон и Эшби. Это американские ребята, которые, значит, там Виннер где-то крутился, значит, с этим делом Виннер был немножко похуже. Вот, значит, в общем, и не поставили вообще проблему информационного, так сказать, ну, что ли, анализа. До синтеза там еще далеко, но анализа где-то. И они показали, что информацию можно считать как число разнообразий. И вот, значит, но для этого надо право, значит, пустяк. Надо знать, что такое единица информации. Вот, что такое единица информации, вот этот гражданин нам популярный объяснил. Можно сказать, что когда я ему сказал, что я все это дело применил на борту авиации, в общем, в авиации, но он был доволен необыкновенным, потому что не пропал его стяжки тур. Ибо за эту книгу его выпороли на нашем славном электромеханическом факультете ну, совершенно без пощады. Как фамилия Напомни? А? Новицкий, Петр Васильевич. Новицкий. Новицкий. Я не знаю, жив ли он сейчас. Потому что все-таки он... Понимаете, вот мне очень много приходится работать с источниками, авторы которых, ну, не несколько старше меня. Ну, скажем, допустим, Демокрит, предположим. Немножко постарше. Немножко постарше. Понимаете? Но и те, которые, которым приходится пользоваться, или которых вот сегодня мы вспоминали в наших форте суда. Понимаете, они тоже все постарше. Живы ли они? Вот я не знаю, жив ли он. Понимаете? Измордовали его в свое время вот за это дело. Ну, невероятно. Он отошел от традиционных путей. Понимаете, Крестовик? А оказался очень полезным. Что такое единица информации? Вот с этого мы не начнем. Значит, Белый отчет. вот у вас есть сигнал. Вот он как-то идет. Сигнал. Вот, предположим, амплитуда, допустим. Нет, не играет. Ну вот, амплитуда, дальше амплитуда. Вот здесь процесс. Сигнал отражает какое-то объективное содержание какого-то параметра. Ну, вот самолет летит, у него статическое давление вот здесь. Значит, он его меряет. Для этого существует там, скажем, измеритель статического давления, там, густомер, предположим. И вот, в результате из него вылезает сигнал, который нечет вот эту информацию об этом давлении. Уже, правда, в другом виде. Пока он его преобразовывает с помощью мембраны или там частотных датчиков или еще что-то такое, он вносит ошибку. Он вносит ошибку. Поэтому здесь всегда есть ошибка. На самом деле ваше значение лежит где-то вот тут внутри. А вам дается вот эта штука. Если вы подошли к этому делу статистически, то тогда выясняется, что ваша ошибка отвечает определенной плотности распределения вероятности этой ошибки. Ну, у нас больше всего любят, конечно, нормальный закон. Гауссовский. Вот нормальный закон, он идет вот так, распределение ошибок. Общий смысл заключается в следующем. Что у вас здесь? Малых ошибок много, больших ошибок мало, а очень больших ошибок совсем мало. Но сразу скажу, что нормальный закон к измерительной тегменте вообще не имеет никакого отношения. Ну, просто не имеет никакого отношения. Понимаете? Все им пользуются, пользуются абсолютно неграмотно, ну, бездарно неграмотно. Понимаете? Ну, вот, все к нему привыкли, и все. Это всегда так бывает, когда кто-то первый влез, занят, захватил место, а все остальные берут под козырек уже не критично. Гауссовского закона в измерительной тегменте просто никогда нет, не было и никогда не будет. А что будет, это отдельный вопрос. Вот. Ошибки в связи с его применением делаются фантастические. Потрясающие ошибки. Ну, так или иначе, здесь какой-то закон распределения. Ошибка. Ну, можно и другой закон. Ну, не важно, он есть. Можно ищешь как в такой закон. Они могут быть разными законами. Вот, этот закон выражается так. Вот здесь P, а Dx, то есть от EF, ну, сюда идет Dx. И вот, уважаемый новинский, проштудировав Эшби, Шеннона и этого самого кибернетика наш Вейнера, пришел к такому выводу. Где-то у них там чего-то такое даже и перетерывал. Что? Эффективный интервал неопределенности или это то же самое квант равен такому выражению 2 в степени минус интеграл от минус бесконечной бесконечности P от дельта x на логарифм двоичным дельта x dx вот такой есть квант. Такое мотивальное выражение, через которое, зная вот эти выражения формульные, вы можете всегда найти, вы можете всегда найти единицу информации. ну, если у вас, например, значит, вот здесь вот такое распределение минус дельта x нулевое, а сюда плюс дельта x нулевое, а следовательно вот этот P от дельта x, и следовательно, вот эта величина у вас будет единица деленная на 2 от дельта x нулевое, ибо площадь плотность и вероятность всегда равна единице, и если у вас сюда идут метры, то здесь идут метры минус первой степени, вот, если вы сюда это дело подставите, вот сюда, значит, ну вот, подставите сюда, вот это значение сюда, логарифм от этого значения у вас там тоже сколько-то будет, значит, вот, короче, подставите, то вы здесь получите 2 дельта x нулевое, и следовательно вам будет вот эта величина, и, значит, у вас истинная величина вот эта от ее отклонения вот дельта x нулевое или половинка ошибки. Это только в одном случае, если равномерное распределение. Только. Значит, если мы имеем цифровую систему, у которой дискретно, у которой ошибка идет вот так, вот у нее равномерное распределение, ошибка сюда дельта x, а сюда, значит, ну, угол поворотки он делится, то вот это самое дело и получится. Только в этом случае. Как видите, здесь уже никакого угол поворотки распределения в помине нет. Здесь равномерное распределение. Если вы имеете синусоидальную ошибку, не важно, не важно, какого периода, то вы получите вот это у вас значение будет дельта x нулевое, вот это минус, то вы получите квант дельта эффективное, значит, эффективное, у вас будет равно 1 и 57, вот это само 5 и x нулевое. Вот здесь 2, а вот здесь, да, а здесь 1 и 57. А если у вас есть какое-то другое значение, то вы для любого значения ошибки можете высчитать эту величину. Ну, в свое время меня абсолютно не устроило гауссовское распределение, значит, к нему очень большие претензии, например, у него вот эти редкие ошибки идут черт знает куда до бесконечности, и в результате, когда считают эшелонирование самолетов вот по этому закону, то просто занимаются ничем, потому что у реальных распределений нет этих редких бесконечных ошибок, их просто нету, им неоткуда взяться. А тогда задача заключается в том, чтобы не подсчитывать вероятные столкновения по этим хвостам, которых не существует. А надо говорить о том, что заниматься повышением точности бессмысленно, потому что у вас на самом деле распределение вот такое, оно ограничено, а следующее распределение второго самолета будет вот здесь, и от того, что вы здесь будете поджимать вот так, не изменится ничего, потому что надо заниматься вот этим промежутком. А это не есть промежуток измерения, Это и есть промежуток контроля. И таким образом задача превращается из измерителя вот здесь, в задачу контроля вот здесь. А это совсем другая задача. Поэтому тут всякие дела могут быть разнообразные. Напоминаю, что графское распределение выведено из случая, когда у вас есть бесконечное количество равных по величине измерительных устройств. И они, каждый из них внутри, имеют равномерную ошибку. Вот такую. Ну или иначе, если вектор у вас вот так крутится, вот его проекция. Ну там разные уже варианты. Этого ничего нет. У нас всегда есть одно звено, которое определяет всё. И несколько, там два-три мелких звена, которые к нему примыкают со своими вещами. Ну и таким образом все распределим предельно. Это заставило вывести новые типы распределения, которые, к великому сожалению, кроме вот этой книжки, пока больше никогда не вошёл. Ну вот я вот сюда пихаю. Значит вот. Оно выглядит таким образом. Семейство распределений. П от дельта х равно минус единица на 2 дельта х нулевое. Н бактериал. Н логарифм. Степени N. Дельта х. Дельта х нулевое. Вот такое вот логарифмическое распределение. Оно выведено, оно строго. Есть логарифмическое нормальное распределение. Это не то, это логарифмическое распределение, которое, так сказать, до моей славной скромной персоны не было. А теперь оно есть. И оно вот, книжка там есть, и там дам вывод. Оно выводилось из условия, что малых ошибок много, больших мало. Но, и гауссовское современное соответствует этому делу. Но, значит, это распределение предельное. Оно от минус дельта х нулевое до дельта х нулевое. А дальше пусто. Будет оно так. Вот у нас имеется. Вот минус дельта х нулевое. Вот плюс дельта х нулевое. А вот здесь логарифмическое распределение в первую степень. И что нет, оно купалось. Ну, давайте еще посмотрим, что такое n факториал. Вообще, что такое n факториал? Ну, я напоминаю, что n факториал – это вовсе не произведение чисел. Произведение чисел – это частный случай факториала. Потому что факториал представляет собой функцию от минус единицы до бесконечности. Вообще говоря, налево тоже бесконечности. Но, если мы вот здесь вот так построим, вот здесь у нас единица, вот здесь единица, 2, 3, 4 и так далее, а вот здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. 1, 2, 3, 4, так далее. Значит, то вот в этой точке 1 факториал – это будет единица. В точке 0 факториал – это тоже единица. а дальше эта штука идет так это идет вот так вот здесь 2 это 2 3 это у нас будет 6 и она уходит туда бесконечность и здесь она уходит сюда тоже бесконечность вот что-то повторил он определяется через гамма-функции берется справочник по математике и убеждается то что это так поэтому факториал может быть для любого числа в том числе для отрицательного здесь он пойдет вот так здесь он пойдет вот так ну и так далее эта часть нас не интересует нас интересует от нуля и себя ну давайте посмотрим что такое 0 факториал вот этого выделения для 0 n равно 0 значит p у нас будет равно единица 0 факториал единица на 2 из 0 а здесь что такое тоже единица вот и все мы получили равномерное распределение значит логарифическое распределение в степени 0 n факториал это равномерное распределение частный случай какое-то дальше если n равно единицы здесь логарифе первой степени так далее она на 2 мы получаем единиц на 4 что любое логариф в квадрате дальше вообще вот это хозяйство значит вот здесь таким образом вот это будет равномерное распределение вот здесь пойдет распределение второй степени и принципиально она может быть любой степени и под это распределение совершенно элементарно подпадает распределение многих параметров скажем крен это распределение 2 2 с половиной степени тангаж это распределение полуторной степени значит цифровые системы до барометрии барометрия барометрические погрешности это распределение первой степени оказалось цифровые системы это распределение нулевой степени и так далее и так далее она оказалась так сказать ничуть и хуже отношения отношения дельта x нулевой то есть предельно к среди квадратической эффекте равно 3 степени n плюс единица пополам вот это строгий вывод значит вот представьте себе что у нас есть n равно нулю мы получаем корень из 3 значит вот у нас вот здесь вот сима будет вот здесь а вот это корень из 3 а два сигма у нас лежит уже за пределами вообще этого распределения и когда наши дорогие военные они у нас все одинаково но наши дури оказались чем американские военные но они пишут 2 сигма ваша ошибка дельта x нулевая равна 2 сигма чем они расписываются в полной своей неграмотности они думают думаю что это 95 процентов случаев думаю а на самом деле вот например в этом случае у вас 2 сигма лежит за пределами предельные ошибки сигма всегда меньше предельные ошибки а 2 сигма никому не известно этого неизвестно как только писать спасибо они сразу привязали к нормальному распределению а его нет а здесь у нас получилась такая штука вот отношение между между предельные ошибки и сигмы значит у нас еще такое дело определилось что когда хотят написать предельную ошибку пишут 3 сигма но 3 сигма это не предельная ошибка хвосты то там у него есть а здесь получается логарифлическое распределение первой степени это точно 3 точно 3 значит мы имеем логарифлическое распределение они нормальные понимаете истории выдаема шила забыла одно за другое американцы всегда пишут так p равно 0 95 вот это грамотно почему потому что берете 100 случаев 5 процентов выбрасываете а оставшиеся должны быть меньше того что вы задали это грамотно а вот это не грамотно хотя подозревает что этого как раз это самое есть короче говоря так или иначе мы получаем возможность значит всегда определить если мы знаем ошибку измерительного прибора как она распределена мы всегда можем тем самым определить единицу в самом простом случае мы просто берем плюс минус предельную ошибку зная но набрали там где-нибудь вот на малую долю вместо двойки 157 ну на 25 процентов набрали но никто не повредит это если нам погремели либо причинам но нет возможности разобраться со статистикой но на самом деле со статистикой всегда можно забраться не так сложно все это проделать таким образом теперь знаем единицу информации что же такое информационное содержание сигнал это понятно да не так сложно то есть если вот после того как все это хозяйство сделано то возникает простой вопрос а где вы ребята были раньше и почему до такой простой и очередной вещей а раньше никто не додумался но это всегда такие страдания поэтому возникает следующий вопрос а что такое информационное содержание сигнал ну вот я вам расскажу как говорить очень интересно не тот например такого типа он как раз к месту иду я на вокзал и смотрю под фонарем кто-то боится я спрашиваю что ты здесь делаешь он будет еще часы я спрашиваю а где ты потерял могут на вокзале а почему ты ищешь здесь а здесь светлее вот такой нас веселый анекдот вот я вам рассказал глупо улыбались все замечательно все такое прошло полминуты времени и я вам снова рассказываем вот и долина вокзал смотрю под фонарем копается человек я вас прошу что и так далее вы сдержанно улыбается потому что это анекдот вот только что послушаем тогда да вам передышку еще одну минуту я вам снова рассказывают это же самый анекдот вы начинаете возмущаться там и так далее значит первый раз я вам дал информацию второй третий раз я вам информации нет потому что вы ее уже имеете информация это новые сведения новые те которых и поэтому мы должны оценивать сигнал с точки зрения новой информации а что такое новая информация это приращение тех сведений которые были значит у нас какой-то единицу времени вот сигнал шоу вот мы вот эту часть мы знаем вот уже каким-то образом да а вот предположим вот вот до сих пор мы не знаем что там было и мы теперь вот в этот раз должны передать дальше но прежде всего значит мы этот сигнал даже прокладывать вообще его тоже прокладывать вот как как-то сигнал вот мы платуем этот сигнал что нас квантуем это означает что мы его выражаем виде единиц информации квантов вот это у нас да сюда идет время вот эта величина равная 2 дельта x нулевое или это же равно дельта x квантовое вот эти ступеночки вот мы видим что вот до сих пор мы передали каким-то образом как это второй вопрос вот это 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 четыре года вот следующий раз мы собрались передавать вот это значит мы в той информации которая у нас уже лежит в кармане где-то в памяти мы прибавляем вот эти два кванта вот за это время за это время да это значит вот у нас и получается что у нас информационным содержанием является информационная скорость то есть количество квантов которые мы передаем единицу то есть в данном случае c скорость интервала это будет дельта значит n квантов то есть n от дельта x значит индуктивного интервала деленное на дельта t вот что такое информационная скорость она же информационное содержание информации дальше начинается такие фокусы вот мы передаем информацию первый раз сколько-то тут чего-то вот эти самые три молодца hb значит шинон и вверх да значит они нам показали что количество информации содержащиеся в однократной посылке это есть логарифм двоичной степени от единица плюс n число разнообразие а число разнообразие если мы берем за основу диапазон тогда это будет x деленное на дельта r ну предположим у нас один квант мы только передаем один одну штуку значит здесь квант здесь квант один один плюс один два логарифм двоичный будет один наш в данном случае квант и бит совпадают потому что вот здесь мы меряем а представьте себе что нам надо передать сразу большой сигнал в котором тысяча двадцать четыре скажем 1024 значит но минус один начале где прибавится один значит кванта тогда это будет равно логарифм единица плюс 1023 это будет равно 10 значит если мы передаем в логарифмическом виде то тогда у нас получается что мы должны потратить не тысячу двадцать четыре импульса а только 10 но при этом каждый день должен быть успешно логарифмически вот это информационное содержание однократной посылки а вот это информационное содержание процесса и как видите здесь все подвешено очень сильно на то какую информацию мы с вами передаем потому что дальше вот кстати всего здесь есть табличка по которой значит пришлось всю информацию расклассифицировать на априорное содержание где-то на здесь ну значит смысл заключается в том что мы вообще говорят представьте себе что мы собираемся вот преобразовать информацию вот каким-то образом и в этой информации мы с вами не знаю ничего мы не знаем единицы мы не знаем диапазон но имеем жгучее желание передать эту информацию можем этого делать не можем у нас диапазона нет значит информация мы вынуждены принимать единицу за минимум 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 значит общее количество информации который надо передать бесконечно реализовать такое устройство нельзя значит если мы вздумали передавать полную неопределенность эту значение надо оставлять сразу как не реализуемую мы не знаем значит все начинается с того когда мы чего-то начинаем знать например мы начинаем знать диапазон изменения величины все мы ограничены дальше мы должны знать погрешности разрешаемые нам для внесения измерительным устройствами или последующими после этого мы можем говорить о численном значении информации потому что до этого разговаривать нельзя дальше мы должны знать передаваем мы информацию целочисленно или мы передаем ее превращениями как вот здесь вот здесь мы передаем превращение короче говоря возникает целая серия условий от которых существеннейшим образом зависит объем информации мы можем например скажем так вот что нужно сделать для того чтобы передать вот такой сигнал у равно у нулевое на синус омега т плюс и все зависит от того чтобы и с какой погрешностью потому что принципиально нам здесь достаточно передать три параметра у нулевое омега и фи и больше не передавать ничего мы должны договориться что через такое-то время ошибка должна составить не больше такого-то значения и тогда мы оттуда танцуя обратно определим допустимую погрешность с которым мы передадим вот эти три величины но после того как мы их передали здесь на при вот на приемнике вот здесь должен стоять генератор функции вот этой то есть мы должны знать что мы собрались воспроизводить синус а не что-нибудь этому синусу полагается иметь три вот этих параметра которые его определяют то есть первое из всех законов которые там он умеет передать мы ему сообщаем выбор законов не косинус не экспоненту там не себе норять вот мы сообщаем что ты умеешь делать косинус синус там косинус гиперболейский там еще что-то еще шиши вот умеешь делать 10 функций у тебя стоит 10 гнира она мы сейчас говорим о синусе значит из этих 10 генератор ты включи тот генератор который нам нужен для воспроизводства вот этого синуса это первое действие дальше таким образом второе действие мы говорим что это синус должен быть амплитудой такой-то мы говорим что это синус должен быть чистоты угловой такой-то и фаза у него такая вот с этого момента бы ему даты ли четыре параметра и теперь на выходе он нам может воспроизводить вот отсюда столько времени сколько нужно если мы так сказать а поговорили погрешности но это же синус мы можем передать что то вот мы не знаем синуса 3 и не силу вообще что вот в этот момент передали в этом момент в этот момент вообще-то говоря это синус значит там нам надо было передать 4 параметра а здесь будьте любезны передать его все время скажет значит совершенно другой быт содержание если что-то надо зацепиться самое удобное оказалось зацепиться вот это за спицы и от этого можно уже танцевать тогда почему самый удобно а потому что тогда не надо в себе понимаете мы все время меняем одни сложности на другие но упростили передачу только четыре параметра но усложнили вот это устройство где должна быть память где должны быть генераторы соответствующие там и так далее ну кто же какой же нормальный человек пойдет на это дело но мы здесь упростили если мы это сделать не делаем тогда будьте любезны здесь изменить другой способ вот тот который нам например вот этот или еще какой-то поэтому идет непрерывный обмен на дно на другое ну вот я говорю что для таких систем рабочих натуральном масштабе времени самое удобное вот вот это самое простое у нас есть сигнал у нас есть квант и мы совершенно элементарно можем оценить вот эту скорость которой и есть его информационно содержать то есть то что мы должны передавать выяснить что сама скорость сама сквозь тоже подлежит статистической оценки тоже подлежит и она тоже может быть большинстве случаев подлежать логарифмическому закону только теперь здесь это будет минус минус x нулевой с точкой а здесь это будет плюс x нулевой с точки или как у нас говорили фисточка значит . вот значит то есть это предельные скорости выше которых быть него этого параметра не может этого распределение какое распределение но у кого что значит крен я говорю что он идет и вот когда мы посмотрели там по летным испытанием значит он же так вот как ведет самолет иногда он поворачивает но это бывает редко понимать но он никогда не свалится сюда потому что иначе это грабище вот поэтому вот оказалось там посчитали по нескольким самолетам покрутились повертились у легкого самолета это будет более распрощит а вот эти дальше стоят у тяжелого самолета поближе но но смысл общий такой тангаж аналогичный живот вот он идет уже не не крутится все время вот так по курсу по курсу равномерное распределение потому что там скорости тоже самого набирая скорость потом он идет с этой скоростью а потом он начинает снижать здесь тоже вот теперь мы можем оценить вот эту скорость ну когда мы берем результаты вот всех этих процессов которые идут и смотрим то у нас совершенно человек вот есть вот здесь максимальная скорость вот максимальная скорость ну минус плюс это все равно и у нас есть кванты дальше мы получили таким образом c скорость c информационная в виде какого-то там числа от но здесь мы тоже можем говорить о предельные значения скорости средне квадратичного значения скорости или скорости для какого-то вероятного случая там и так далее потому что зависимости от уже конкретного назначения устройства у вас могут быть разные применения на применение первое вы знаете что больше такой скорости вообще нет не должно быть там чем сломается чем трогаем чем-то счет второе применение вы знаете что ваша скорость средняя какая-то или среди квадратичный войдет в какую-то формулу в интеграл там еще что-то другой подход ну мало где рукам учил но так или иначе вы уже зацепились за информационное содержание вот когда мы пилотаж навигационных комплексах все это проделали со всеми резервирование со всеми всем-всем-всем-всем-всем-всем то выяснили очень интересную вещь оказывается у нас все информационное содержание самого сложнейшего комплекса пилотаж навигационную для легкого самолета составляет 400 бит в секунду а для легкого 800 вот все информационное содержание целую пилотаж и всех параметров всех параметров пил даже навигационного комплекса тех значит который есть на самолет и на передачу этих и этой информации от всех систем ко всем системам мы тратим сотни килограмм железа а точнее меди потому что вот такие жгуты при этом выясняется интересная вещь что электронная аппаратура менять и резервится а провода нет потому что по тем правилам которые у нас были они сейчас изменились но не ошибка вы не имеете права применять провод на борту меньше чем пол квадрата миллиметра сечения бпвл 05 по нормам не разрешайте еще и будьте любезны примерно году к семидесятому нам удалось добиться нет 75 нам удалось добиться разрешение применять провода бпвл 035 почему такое ограничение по надежности никто не верит в том что у нас не порвется но 1 0 35 не рвутся разрешить а 0 2 никакую это означает что у нас электронная аппаратура сокращается 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 а значит провода нет надо что-то делать причем количество электронной аппаратуры увеличивается так или иначе и значит увеличение аппаратуры означает автоматическое увеличение числа проводов понимаете и получается чего самолет возит аппаратуру что-нибудь да нет он возит провода тут может сказать за каждый килограмм идет драка а тут просто так самолетчик укладывать эти провода еще и карнируем да еще там что-нибудь понимаете ну вот да еще развод у них у него вот такая вся вот понимаете нехорошо надо что-то с этим делать тогда встал такой вопрос а что же способны пропустить эти самые провода помните было теорема котельникова у него на самом деле четыре серии четыре серии ну в среднем она звучит так сколько информации можно пропустить по радиоканалу и эшпи и все эти самые шиноны и так далее и похоже что и котельников все были локационщики но правда котельников работал большуюсь автоматическими беками ну вот но так или иначе все были локационщики им надо было знать на что способен эфир вот как все обойтись здесь тогда котельник вывел заметите теорему о том что меньше чем раз полупериод сигнал передавать нельзя правда не сказал какую фасу потому что если он угадает фазу когда амплитуда у вас нет понимаете будет передавать вот так то он вообще ничего не передаст значит таким образом подразумевал что это обязательно амплитуду передает здесь стал аналогичный вопрос только примерный проводом и поэтому значит встал вопрос о том что такое ну вот у нас а вот у нас земля и поэтому если вы засунете вот сюда чего-нибудь то чтобы на этом конце получше вообще говоря науки не известно потому что здесь его задержат здесь его заберет там и так далее но все знают право не так сказать люди работают с кабельными службами что провод может быть согласован провода есть волновое сопротивление это погонная индуктивность а c это погонная емкость и во всех проводах вот эта величина волновое сопротивление р волновой вот так обозначена она колеблется пределом от 50 до 200 ом и если вы хотите чтобы ваш импульс прошел без искажения будьте добреньки вот сюда повесить сопротивление нагрузки и нагрузки наконец р волновое р нагрузки равное р волновому тогда у вас волновых искажений не будет а что такое волновые искажения это вот что вот импульс вы засунули сюда такой а вот здесь вы получили не будет вот такой или вот такой я тоже волновые искажения зависимость от того если это р нагрузки больше р волнового вот такой а если меньше то вот такой вот 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 такие дела но у нас вот здесь стоит источник вот такой импульса а вот здесь у нас стоят потребители этого импульса они вот здесь где-то стоят и когда мы все это делали со счетами то оказалось за нестейшая вещь что вот этот источник должен обслуживать не эти потребители а должен обслуживать вот это сопротивление оно жрет основную мощность ну представьте себе что у вас сигнал 5 вольт а сопротивление у вас 50 ом значит пол ватта сюда вынь да положь это все на что способна вот эта микросхема понимаете просто так в трубу улетает вот эта самая пол ватта или ватта а если у вас 10 вольт значит у вас ну вы считаете это будет и 2 ватта это в микрочительке без хозяйственности но это не все у нас по самолету эти провода не такие он должен зайти туда 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 он разветвленный провод а изветвленные провода принципиально с волновой с волновым сопротивлением не согласовывается почему то очень просто потому что вот у вас идет провод и вот у вас пошло сюда и вот пошло сюда и пошло сюда вот здесь же у вас сидит там 75-50 здесь сидит и здесь сидит они все стоят здесь вот здесь же будет в 3 раза меньше таким образом в реальных системах мы принципиально не можем использовать полностью согласованной линии членов с нагрузкой значит тогда стоит другая задача задача стоит заключается в том чтобы мы могли оценить допустимые волновые искажения мы к волновым искажениям должны подойти с точностным анализом сколько нам можно сколько нельзя и тогда с этих позиций и оценивать ну какой нам случай самый простой нам самая простой случай заключается в том чтобы вот этого вот этого сопротивления вообще не было совсем не было то есть мы сразу идем вот на это дело и тогда мы начинаем соображать о том что у нас здесь делается а здесь делается простоя вещь вот я даю импульс с абсолютно крутых фронт с абсолютно крутым вот у меня абсолютно крутой фронт значит у меня здесь возникло волновое искажение но дальше его нет здесь у меня пройдет вот это самому ну дальше его опять нет значит вот эту часть по крайней мере я все могу использовать даже при наличии волнового искажения вся моя задача заключается в том чтобы отступить от этого край а если я вообще сделаю вот так и вот так так у меня может быть этого волнового искажения не будет а я же абсолютно крутых фронтов вообще никогда не могу сделать принципиально они всегда когда-то завал значит надо вот это все дело оценить и разобраться сколько где чего почему тогда пришлось сесть за вывод этого учебу хозяйства и появилась некая такая формула значит она стоит того чтобы ее показать если конечно вот она выглядит но потерпите чуть-чуть сейчас мы ее изобретим и увидите что это нет все не так страшно сейчас попробую покрупнее значит на выглядит так на коэффициент усиления вот линии это будет выглядеть так сейчас напишем это деленное на альфа плюс бета умноженное на единица минус 1 2 единица минус альфа квадрате на единицы минус бета квадрате на альфа плюс бета квадрате и на гамма квадрате и л квадрате что где что альфа это отношение сейчас найдем 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 это отношение 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 внутреннего сопротивления z и z волновому z волновое я вам нарисовал что такое z волновое значит z волновое это корень квадратный квадратный л в генри c фарада значит альфа это отношение z и то есть внутреннего сопротивления источника к z волновому бета это значит отношение сопротивления нагрузки z волновому значит это левая часть внутреннего сопротивления источника а это правая часть сопротивления нагрузки л это длина провода а гамма это вот что такое сейчас найдем гамму гамма гамма это коэффициент затухания равный корень квадратный из r плюс и омега l на g плюс и омега c g это активные потери параллель вот здесь есть активные потери а r это активное сопротивление здесь ну сразу скажу что и r и g в нормальных проводах мы всегда пренебрегаем поэтому если что будет равна так и омега корень из lc корень из lc вот это крисент затухания что из этой замечательной формулы следует из нее вообще следует что существует не один метод ликвидации волновых сопротивлений путем настройки линии связи а три метода первый метод заключается в том да во-первых так вот это вот это дело если мы посмотрим сюда это амплитуда подсаживается вот это нормальный закон новому подсаживается амплитуда то есть что-то вы потеряли в линии значит и значит у вас это самое и ну вот если скажем у вас альфа равна нулю ничего не потеряли в линии β раввна единится ничего не потеряли в линии но если вы скажем допустим нагрузили там большое малое сопротивление большая нагрузка ну вот значит у вас амплитуда потянуть но это не волновые осважения вот это тоже и волновые на выс 84 8 вот теперь смотрите представьте себе что aka равно единица То есть Z-волновое и внутренние источники сопротивления равны между собой. Вот эта скобочка у вас стала равным нулю, и волновых искажений не стало. Значит, если вы вот здесь делали единицу, у вас волновых искажений тоже не стали. Но этот метод всем известен, а вот этот метод не известен никому. То есть вы можете линию связи настроить как нагрузкой и сажать всю мощность. А можете поставить сопротивление последовательное после сразу источника. И вы можете снизить и верить и вообще. А волновых искажений не будет. Понятно? Но есть третий способ. Третий способ заключается в том, чтобы высшие гармоники образовали. И это так называемый колоколообразный импульс. Что такое колоколообразный импульс? Это синусоиды. Вот у вас импульс, и вот у него колоколообразный импульс. Это синусоиды приподнятые. У него тоже не будет волновых искажений. Значит, вам даже можно этим не заниматься. Ваша задача заключается в том, чтобы грамотно завалить фронты. Каким образом грамотно? А грамотно это вот, в чем заключается. Вот так, так, так. Вы делаете, и следующий импульс у вас должен пойти вот так. То есть вы максимально приближаете, даже вот если вы вот здесь вот так поделите, вот так, вот так. Это все равные части. И вот сюда. Это все равные части. То есть вы должны паузу между импульсами делать в одну единицу, фронты делать в одну единицу, полку делать в одну единицу. Тогда вы третью гармонику исключаете сразу. Понимаете, как я стою? Уголочки у вас завалятся автоматически. И вот вы должны произвести зачем. Чтобы, значит, где-то добавить им костишку, где-то еще что-то такое по мелочам. И тогда он у вас автоматически приближается вот к этому делу. А уже мелочью можно пренебрегать. Понимаете, что? И поэтому у нас везде стоит вопрос о том, вот показано, как фронты надо заваливать. Не надо делать. Понимаете, откровенно говоря, они вас не спросят. Потому что сделать абсолютно крутые фронты просто никто не может. И вопрос заключается в том, что их надо, так сказать, умеющие завалить. Ну, это тоже не бог весть какая задача. И у вас сразу полоса пропускания резко расширяется. Какая же полоса пропускания в результате оказалась? Мы исследовали, вот здесь есть таблица тех проводов, которые в те моменты были. Из них выделила, вообще говоря, чрезвычайно интересная вещь. Что провода исследовать вообще не надо. Ну, просто не надо еще. Почему? А потому что все они оказались одинаковыми. Независимо от сечения. Значит, их надо делить так. Провод одиночный или провод бифилярный? Больше никак. Чем отличается от бифилярного провода до одиночного? Вот американцы своих, хотя я выражаю им свою признательность за то, что они пишут P равно 95, а не 20, как наши дурачи. Значит, тем не менее, у них своих глупостей не только не меньше, а гораздо больше. Ну, например, они делают такое вещь. Вот имеется источник. Вот имеется два пруга, да? Два пруга. И вот здесь они один провод заземляют. Потому что, на какой черт они его провели вообще. Понимаете, конечно? Потому что они сделали все для того, чтобы вернуться к помехам. Здесь возникает вопрос о помехах. Значит, нами выяснилось, что основным источником помех для линии связи являются провода. Не система сожигания, которая радость, конечно, тоже никакой не заставляет. Но она находится там где-то около двигателя. Вот. А по всему самолету провода. Какие провода источниками помех? Энергетические. Мы вынуждены были разделить все провода на информационные и энергетические. Информационные – это те, которые не подсоединены к энергетическим линиям связи. То есть, значит, к 115 В, к 27 В они не подсоединены. А энергетические – это любые провода, которые туда подсоединены. Почему? Потому что именно в энергетических проводах сидят всякого рода релюшки. Вот если у вас вот здесь сидит вот такая релюшка, маленькая-маленькая, противная, противная. Понимаете, просто пакостя. И вот здесь есть еще выключатель какой-то. То есть, если вы его включили, у вас не будет ничего. Но если вы его выключили, то обязательно, да еще с какого-то конца, у вас обязательно здесь появляется импульс до 600 В на полном законном основании. Причем, чем меньше эта погонь, тем, так сказать, больше она дает этот самый импульс. Отсюда сразу настал вопрос о том, что надо избавляться от всех этих релюх, как можно, ну все, что можно выкинуть, надо бы выкинуть, чертой матери, все эти индуктивности. Потому что есть искрогасящие цепи. Значит, сюда ставят там диод, там, в общем, он гасит. Это, конечно, лучше. Но, во-первых, зачем не проследишь? Ну вот. Во-вторых, гасит на ней полностью. В-третьих, оказалось, что провода, вот эти, обладают индуктивностью 1 микроген на метр. Это 1 микроген, 0,97 точнее. Ну вот, значит, и этого достаточно для того, чтобы у вас в самом, сам провод работал как индуктивность. Понимаете, радости в этом никакой нет. А тогда этот провод у вас на вашу уже информационную часть наводит наводку. И выясняется, стал вопрос о том, что же он за наводку наводит. Потому что то, что написано в кабельных всяких книгах, большими нашими профессорами, ну просто не имейте никакого отношения к тому, что есть на самом деле. Понимаете? Ну просто. Что есть на самом деле? Оказалось, что, значит, они страшно любят, во-первых, никто никогда не проводил, точнее, снова, анализа всех этих самых ошибок, наводок там и так далее. Ну есть наводка, но нехорошо, но наводка есть, никуда не будет. Во-вторых, рекомендации сплошь даются неправильно. Ну и так далее. Тут очень много всяких вопросов, о которых можно говорить везде деле. Но я скажу, смысл такой. Надо наводку разделить на две части. Есть электродинамическая наводка, есть электромагнитная. Вот так мы их и назвали. Кроме нас их никто больше так никогда не называет. В чем дело? Дело в следующем. Вот у вас есть провод информационный, который боится наводок. Который не хочет наводки. А вот у вас есть провод, с которым у вас идет наводка. Эта наводка поступает двумя путями. Она поступает либо через емкость распределенную, либо через магнитную связь, которая всегда есть. От емкости, емкостной наводки электродинамической, вы можете избавиться простейшим способом. Вы загоняете этот провод в экран, вы этот экран заземляете с двух концов, и вы емкостную наводку отвели. Она достаточно маломощная. Она достаточно маломощная. И значит, вы ее отвели, а не может не поступать. Она самая большая, но она самая маломощная. То есть она, именно ей разрешается иметь до 600 вольт импульсов в пределах от 0,1 до 10 микросекунд. Но она отводится вот таким способом просеивания. А вот электромагнитную наводку вы не можете отвести ничем. Она меньше по амплитуде. Но зато вы не можете от нее экранироваться. Чтобы от нее экранироваться, вы должны загнать провод в вашу информационную водопроводную трубу. И тогда самолет уже точно больше, кроме водопроводных труб, больше ничего не понимает. Знаешь, этого делать нельзя. Тогда возникает... Вы избавиться от нее не можете. Тогда возникает вопрос. А что же делать-то? А делать все же простую вещь. Вы ставите два провода. Два провода. И снимаете сигнал дифференциально. Вот так. Не между землей и проводом, а между двумя проводами. Тогда у вас сюда идет наводка магнитная и сюда идет наводка магнитная. В том же направлении. Здесь они вычитаются и наводки нет. А для того, чтобы под наводку подставляться равномерно, провода надо между собой переплести. Сама противопереплетка ничего не дает. Но она позволяет вам равномерно подставиться под источник наводки. С тем, чтобы выровнять их между собой. Вот вся идея. И сигналы вы должны подавать дифференциальным способом. Надо сказать, что у нас на эту тему произошло несколько крупных скандалов. Опять же, мне сейчас скажу. И у нас меньшее по всей жизни не бывает. Не бывало. Когда все написано, все разжевано, все всем рассказывается. Сделано не так. А сделано так. Например, что вот этот сигнал подается сюда с одного источника. Этот с другого источника. Здесь берется на один потребитель, а дети берется на другой потребитель. А потом сидят и удивляются, что у них кругом наводка. Это что? Додуматься надо. Я в этот случай описал, что разработчики начинают рассказывать, что они еще детки. Что им зовут, что надо ходить в детский садик. Что они не понимают и не хотят понимать процесса. Они уже все сделали и теперь требуют неустойчивость. Они требуют, когда с них надо брать. Понимаете? Короче говоря, в результате. Все это уже плюс к вам перфекту. Все давно пройдены дела. Вот как вывезли и связи. Два провода. Переведок между собой. Заключенных в экран. Двух сторон. Из которых снимают, подают и снимают сигнал. Деференциально. И все авиационные связи сейчас устроены только так. Кроме разовых сигналов, где это до сих пор еще так все болтается. Не знаю, как это. Потому что, ну, разовый сигнал сразу послал бы уничтожен. Вот. Ну и тогда возникает вопрос о том, какая пропускная способность здесь. Выяснилось, что здесь у вас индуктивные магнитные поля вычитаются. И поэтому индуктивность здесь на порядок меньше, чем в одиночном проводе. И это означает, что ваша пропускная способность, которая определяется вот этим выражением L на C, вот эта пропускная способность, значит она у вас индуктивно в 10 раз уменьшилась, а в корень, значит в 3 раза у вас пропускная способность будет выше, чем в одиночном проводе. Так оно и есть. Но одновременно расчет показал, что пропускная способность этой линии составляет 5, примерно на 10, в седьмой степени, бит на метр. Бит? Метр. Что это означает? Это означает, что вы можете, не опасаясь волновых искажений, которые связаны с тем, что вы выкинули все эти согласующие устройства, вы можете пропускать информацию, не опасаясь для ее искажений, и за помеху устойчивости вы пропускаете ее с частотой не выше 50 МГц на метр. И если у вас средняя длина на тяжелом самолете, провода, составляет 10 метров, а на легком 3 метра, то тогда вы можете пропускать сигналы с частотой по обыкновенному проводу, экранированному, бифилярному. С частотой 5 МГц, ни о чем не задумывается. Или, что то же самое, мегабит в секунду. А вы, если всю информацию загоните в один провод, вы больше, чем 1 кбит в секунду не наскребете. И значит, если вы загоните всю информацию в один провод, вы этот провод будете использовать на 2 чего там, сотых, что ли, процентов. А мы используем для передачи той же информации десятки тысяч проводов. Вы понимаете, что это означает? Это означает, что мы должны были продумать последовательный переход от всех этих 90 тысяч проводов к единственному проводу, который обходит, и всего хватит, еще останется. Но это же самое означает, что мы точно так же используем вообще всю нашу автоматику. Все. Вот у нас в самой лучшей машине была такая орбита 20. Была скромная машина, но сейчас любой карманный компьютер обладает способностями больше, чем она. По тем временам это была замечательной машина. Она выпускала серийную. Она, не знаю, стоит она сейчас на Су-24-х или не стоит. Наверное, уже там что-нибудь переделанное. Но в свое время, вот я, так сказать, отвечал за это дело как раз на этом самолете. Значит, ну вот сейчас он вроде летает везде. Вот это была моя епархия. Машина орбиты 20. Ну давайте считать. Она дает на выходе, предположим, 10 параметров. Она дает на выходе, скажем, 10 разрядов по каждому параметру. То есть 1 десятую процентов. Ну, нахру. Не будем, как говорится, мелочи. Она выдает эти параметры 10 раз в секунду. Значит, на выходе она выдает 1000 бит. В ней есть 10 тысяч триггеров, каждый из которых способен работать 10 мегагерц, 10 миллионов раз в секунду. То есть 10 в 11 степени ее производительности. А на выходе 10 в 30 степени. Берем 10 в 30, делим на 10 в 11 и получаем КПД 10 минус в 8 степени. Вот КПД любой нашей типовой вычислительной техники. Что это означает? Это означает, что у нас колоссальные избыточности всей автоматики. Потрясающие. Когда говорят, что коэффициент полезного действия как у паровоза, то это оскорбляет и паровоз. Потому что у паровоза 7% КПД. А здесь 10 минус восьмой. Понимаете? И если вы сюда засунули повышенное быстротествие, повышенные объемы памяти, повышенные точек 5-10, а на выходе будете по-прежнему выдавать 1000 бит, то это означает, что кроме того, что вы в пустую затратили все это железо, больше не произошло ничего. Ничего. Настолько неэкономно и бездарно работают наши программисты, алгоритмисты и все, кто хотите. Понимаете? Вот когда по теме Кондор я сделал это одним из выводов, то был такой генерал Кукель, Вселенный Петрович, который меня чуть-чуть на этой комиссии не пришел уже на месте. Он говорит, что мы требуем все время, чтобы делали новую элементную базу, а вы доказываете, что это не нужно. Я говорю, Вселенный Петрович, я бы хотел, что то, что вы заказали, чтобы пошло в дело. А по вашей логике выходит, что все, что вы заказали, все надо выбросить. А ведь надо же использовать то, что сделано, ну и идти там дальше, прогресс там, понимаете, все такое, американское. Ну вот. А вы нам рассказываете, что все, что вы сделали, не годится. Зачем вы заказали? Понимаете? Конечно, нам уже давно не нужны цифровые дифференциальные анализаторы, которые имели целью сэкономить, так сказать, алгоритмы Волгар и там мало чего еще есть. Не нужно. Но это одновременно означает, что и не нужно столь бездарно распоряжаться теми запасами, которые мы как-то незаметно набрали. Алгоритмисты у нас сейчас абсолютно бесконтрольные, совершенно программисты. Ведь понимаете историю, вот, был случай, который произошел, а, уже полутора, не очень давно. Наталья Синченко заводе встал конвейер. Там машина управляла всем этим могучим конвейером, кто куда там, чего шлепает, куда подает, там тычет, сверлить там, понимаете, так далее, и все стало. Кинулись искать. Долго не могли найти. Потом уже ночью какой-то, так сказать, это самый уже совершенно измученный программист полез, обнаружил какую-то цепочку, которая идет куда-то в сторону. И обнаружил, что там сидит счетчик, который запрограммированный, должен остановить весь конвейер. Кинулись, кто это дело искал. Оказалось, что молодой парень какой-то, который сейчас в отпуске. Разыскали, где он в отпуске, взяли за задницу, привезли обратно. Значит, это самое... И он сознался, что да, это он. Потому что он так его хитро туда засобачил, что никто не мог найти, а если бы это было вооружение, он бы нашел и таким образом заслужил повышение. Он заслужил пять лет терпать за это дело. Но что это означает? Это означает, что сегодня у нас максимальная опасность во всем деле не только ненадежность всего этого хозяйства, которое, конечно, есть, но еще и вирусная злонамеренная опасность. Когда вы можете вирус даже не в программу засрочить, а вы его можете закатать инструментально. Поскольку мы пользуемся элементной базой черт знает чьи. И даже когда мы выпускаем свою элементную базу, а военными категорически запрещено использовать для военных объектов зарубежную инструментальную базу. Но не забывают про то, что это же и наша инструментальная база. Прямо слой за слой содрана стой, и что там есть невозможно. Там же миллионы всех этих, понимаете, элементов. И никто этим не занимается. Если вот Володя Брука, который был ведущим инженером от фирмы Ленинец, вот по этой самой системе Пума, вот Су-24, если бы он переехал автобус, все, можно всю программу закрывать. Потому что никто не знает, что там вообще напихано. У нас сегодня самое главное это функционирование, самое главное. Есть простейшие способы, как, так сказать, не допустить всего этого хозяйства, и вот как обеспечить контроль. Элементарные способы. Часть мне удалось, так сказать, не допустить. Но очень мало этой части. У меня математикам всегда отбирали, так сказать, жестко. Ну вот, есть пути. Ну, понимаете, их же никто не использует, никто не знает. Понимаете? Этот сидит, закрывшись, у него интеллектуальная собственность. Этот, закрывшись, у него интеллектуальная собственность. А, в общем-то, меня всегда интересовало. А что военные принимают, интересно? Вот они принимают объекты. Что они принимают там? Они могут гарантировать, что то, что они приняли, это, так сказать, хорошо? Откуда? Откуда? Здесь, нет. И так далее. Ребята, у нас время, к сожалению, кончилось, потому что я вам могу еще очень много чего интересного рассказать, но время совершенно уже все. Значит, короче говоря, общий вывод. Общий вывод такой. Информацию надо научиться считать. Научиться считать и плевое дело. Но этого не умеет делать никто. Ну, ко мне некоторые там фирмы обращались, там вот из Новосибирска кто-то, из Красноярска кто-то. Ну, то, что я знал, я им послал, понимаете, там все такое. Но принципиально это должно стать одним из кривольных камней проектирования. Очень часто бывают случаи, а из этого вы выбираете, какие сигналы надо использовать, какие сигналы не надо. Их же очень много. Чтобы каждый сигнал обладает своей информационной емкостью. Скажем, информационная емкость частотного выражения сигнала в несколько тысяч раз меньше информационной емкости нормального, простого последовательного двоечного хода. Понимаете, что это надо знать, такие вещи. Тогда, значит, грубые, по крайней мере, ошибки не будут повторяться. Потому что они повторяются регулярно. Приходят новые люди, и все начинается сначала. Значит, вот это. Ну, чего еще? Значит, надо помнить, что у нас огромные запасы. Надо знать, что сегодня одной из самых таких серьезных проблем является проблема, значит, безопасности, я бы так сказал, программирование и, значит, вот, алгоритмирование и программирование. Это очень серьезно. Это очень серьезно. В военное время это вполне элементарно, чтобы, например, всю авиацию и все ракеты просто поставить на прикол. Понимаете? Просто. Ну вот, а уж не говоря о том, что остановить производство сигналами со спутника там или мало чего там может быть. То есть, это все реальность, и этим надо заниматься. К сожалению, так сказать, на моей памяти я не припоминаю, чтобы кто-то обратил на это внимание. Ну вот, у нас огромные запасы. Надо научиться делать простые алгоритмы, простые команды. Совершенно независимо от того, что вы располагаете большим объемом памяти или, скажем, сверхбольшим быстродействием. Американцы, был случай, когда американцы скомпоновали в одну кучу 64 крупнейших машины, а потом сидели, сосали палец и чесали в голове, в затылке, какие бы задачи туда посунуть. То есть, они паяльник-то создали, а чего паять, они не знают. То есть, у нас все это должно идти под задачи. Нам надо расслабить задачи. Все задачи управленческие, независимо от того, где они применяются, это все одно и то же. Это все одно и то же. Мы можем принципиально поставить вопрос об стандартизации всех задач, вот классификации, и по дате дела стандартизации всех задач. И нам не нужно будет такого количества программистов, которые берут нас за горло, и он еще будет говорить, что он будет делать или не будет, то это заплатить или не заплатить. Это все надо ставить на поток, на промышленную основу. Это ничего не поставит. Ко всему этому делу возможности есть полные. Ну, после чего останутся, конечно, задачи, которые сюда не подпадут, которыми тоже надо заниматься, и мало там чего еще может быть. Но по проверю, они все все время мелют одни и те же нули. Не прерыв. Ну и так далее. Я вам, к сожалению, ничего не успел рассказать про какие коды должны быть. Что, конечно, должны быть использоваться только последовательные коды. И только те, которые мы рекомендовали, потому что они отработаны там и так далее. Хотя они все избыточны. Но мы, когда имеем такой запас информационной пропускной способности, мы можем позволить себе передавать не приращениями, а целочисленно. И любой сбой будет следующим шагом аннулирован. Любой сбой. И у нас система работает просто без сбоя. Мы сначала фиксировали, нет ли там сбоя. На протяжении многих лет ни один сбой не был у нас зафиксирован. В результате дифференциальной передачи у нас отношения сигнал-помеха выросли неимоверно. Понимаете-ка история. И поэтому, если вы засунете сюда помеху до 500 вольт, сбоя не будет. Понимаете? За счет вот этой дифференциальности. Ну и так далее и тому подобное. Я говорю, что, к сожалению, это отдельный цикл можно вот обо всех этих делах. Чего, почему, на каком основании были приняты какие-то решения. В первом приближении я говорю, что вот последние все наши дела, вот я постарался, так сказать, достижение нашей лаборатории изобразить в этой книжке. Ну вот, значит, аналога уже не вижу необходимости, когда по-хорошему надо их тоже. Значит, вот сейчас будет запущена в печать книга «Философия, методология, технического комплектирования». Ну, там чего-то вот постарался собрать. Ну, значит, с тренировками вижу, что подавляющее большинство разработчиков работает в методах тыка. Никто не занимается анализом, никто не занимается, так сказать, это самое. Сделали, получилось, тяп-ляп, понимаете, это самое. Теряет в результате гораздо больше. Ну, вот в первом приближении, ну, хотя бы, вот, времени больше нет. Давайте вопросы, потому что наше время кончилось. Вот, понимаете, один из вопросов, один из вопросов, который я не успел. Дело в том, что для этого со всеми этими делами, которые касаются многих частностей, все это дальше начинает собираться в систему. Значит, сейчас у нас принята такая система. Вот в этой книжке пять последовательных поколений. Вот как мы шли. Четыре поколения внедрено полностью. Пятое поколение засунули на Альфу, значит, на космос, частично. Вообще, я не перерездаю. Вот эта книжка. Ну, не знаю. Вот, смотрите, пять поколений. Вот пять поколений. Значит, вот как мы шли, 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 и вот дошли до жизни такой, когда все объединено просто одной парой проводов. Но это только на Альфа. Значит, и только для пульту, потому что в другие места не нашего ведомства были. Ну вот, но там надо было 11 модулей сопрячь, и каждому модулю отщедрот нам дается два контакта. И делай что хочешь. Понимаешь, а все должно работать вместе. Ну вот туда засунули. Аберация вся идет по этому, вот по этому поколению, предыдущему, четвертому. Она заключается в следующем, что система, любая, имеет один выход. И все параметры, которые она должна достать, она последовательно передает по этому выходу. В определенной последовательности. Потому что тут стоит, я его рассказывал в прошлый раз, проблема одновременности измерения. Одновременности. Значит, вы должны еще определить, чтобы в одной формуле у вас стоит много параметров, все они меряются, как Бог на душу положит, а они должны быть приведены к одному монитору. Это оказалось сделать несложно, но, так сказать, об этом надо помнить. Иначе у вас ошибки появились, дополнительно очень большие. Вот отсюда у вас здесь много потребителей, которых где-то неизвестно. Вот эта штука входит, и вот они все берут отсюда. Они берут по адресам. Каждый параметр имеет свой адрес-идентификатор. Вот, и он, значит, вся его задача, здесь у него буфер у каждого, его задача загнать это дело в буфер. И в этом буфере непрерывно заводить с поставленной частотой. Как всем параметрам, в зависимости от их скоростного содержания, назначены свои частоты. Вот это и есть состав вот этого руководящего материала. Если кого-то всерьез это дело заинтересует, я буду с ним работать. Если кому-то нужно будет для дела, чтобы сомнений не было, что работать можно, работать есть с чем. Я бы рекомендовал всем предприятиям создать аналогичную документацию. Я все расскажу. Или мои ребята расскажут, с которыми у меня, так сказать, контакт сохранился. Но из этого буфера вы берете по мере необходимости внутрь к себе, зная, что там всегда ворот находится свежая информация. Вот это четвертое поколение называется радиальной системой связи. Она претерпела некоторые, так сказать, изменения, потому что ее оказалось, возможно, так сказать, несколько улучшить, но суть ее сохранилась. А здесь еще, это четвертое поколение, потому что третье поколение, это то же самое, но там есть часть аналоговых связей. Значит, мы от них уже практически избавились. Ну вот, разовые команды вынуждены были сохранить. Пятое поколение заключается в том, что у вас много передатчиков работает на одну линию. Почему это нехорошо? Провода сократили, мы перетащили сложность внутрь. Теперь они не должны наступать на пятки друг к другу. Их надо синхронизировать. Понимаете, конечно? Принципы синхронизации тоже все отработаны. Все это не так сложно, все это можно. Но, тем не менее, вот здесь теперь каждый должен сдач уже свое место в общей циклограмме. Ну вот. Самое простое дело, вот это. Ну, когда, понимаете, когда у вас 10 тысяч проводов, это одно. Много. Когда у вас тысячи проводов, много. Когда у вас 100 проводов, терпимо. А когда у вас 20 проводов, то, ребята, а вы хотите сделать один провод. Ну, от 20 до 1 у вас экономит, никакого не будет. А сложности внутренние набегают. Это совсем не обязательно. Понимаете? Значит, надо вот где-то остановиться. Вот мы остановились на четвертом поколении. Оно простое, контролируемое, понимаете? Ну, все комплименты. Какие только можно придумать, что-то еще есть мыши. Ну, вот. И в авиации все это дело пошло. На чем я погорел? Я лично. А очень просто. Я переломил всех мышек. Понимаете? Умный кот не должен этого делать никогда. Надо всегда оставить челюсти на развод. Понимаете? Оказалось, что, понимаете, переломил всех. Ну, я все еще мыши социалистически. Понимаете? Что надо делать делать. Потому как есть новые проблемы, которыми надо заниматься. Умный кот не может быть другим. Мыши всегда есть в другом. Но когда я вот я же и хотел ловить других мышек. Понимаете? А говорят, что вроде того, что мы и так хорошо живем. Понимаешь, зачем? Пошел он. Еще давайте вопрос. Пожалуйста. Дима Борисович, нашел тут технологию ваших сигналов информации в сигнал. В общем, поэстов все давно внедрено в человеческое общение. В данном случае. Так, все. Пока, понял. Образ. Понятно. Слово. Ребята, ребята, вы понимаете, простите, что одинаковых понятий в самых разных областях очень много. Возьмите физиологию. Почему это человеческое общение? Возьмите физиологию. Там есть такой принцип сигналы все или ничего. Это известно. Павлов еще занимался этим делом. И до него еще кто-то занимался. Понимаете? Значит, понимаете, все, вот что такое сложная система? Система, состоящая из многих денег. Человеческое общество это система, состоящая из многих денег. Сам человек это система, состоящая из многих денег. И везде есть вот эти самые вопросы, везде есть эти самые проблемы. То есть везде. Понимаете? Принцип управления просто все одни и те же. Я студентам с вами рассказывал, что принцип управления в технической системе. И вот есть принцип управления в административной системе. Администраторы наши, все дураки сплошь. Почему? Им надо посмотреть, что сделали технери в технической системе, используя это дело у себя. Я вам рассказываю, как подавший однократную команду, потом надо по всем службам проследить, как она проходит, и ты будешь знать, как у тебя твоя контора работает. Они же этим не занимаются. Когда уже выходной звено ткнет их носом, понимаете, что фирма уже разваливается. Ну все, тогда начнешь вспоминать про что-нибудь. То есть, понимаете, общих таких методов, число этих методов очень небольшое. А распространение очень широко. И если где-то в одной области, скажем, у технери или там еще где-то, что-то появилось, ну надо уметь найти, так же, как я нашел у Марса, товар, деньги, товар. И если бы я все использовал, нарисовал на этом один парад. Мне даже думать не надо было. Я просто смотрел и менял слова, и, так сказать, вот оно у меня появилось. Но если использовать все, что там на огороженном, то это будет такой же том. Ну, только приведитель к бортовой связи. Ну это просто не было особой необходимости. Ну кто не может докторскую диссертацию сделать на этом, пожалуйста. То есть у нас получается так, что аналогий и одинаковых закономерностей очень много. Я вот люблю рассказывать на аналогиях с механикой о принципах развития сложных систем. Вот по каким принципам... У нас, может быть, будет лекция на эту тему. Как развивается принцип развития сложных систем. Опираясь на законы Ньютона. Понимаете? Ну, казалось бы, какое имеет отношение? Оказывается, самое прямое. Понимаете? Могу сейчас рассказать. Понимаете? Ну, сейчас у нас времени нет. Вот. Ну, расскажите. Как надо себя вести, если вы хотите, скажем, принцип обгона опередившего соперника. Как вы должны себя вести? На предприятии. Понимаете? Что вы должны делать? Для того, чтобы, так сказать, вот вырваться вперед. Вы отстали, а вам надо вырваться вперед. Это есть три стратегии. Понимаете? Ну, много чего есть. То есть аналоги... Вот я все это пытаюсь вот в той книжке как-то изобразить, чтобы, как говорится, не пропало. Как говорится? Ну, выйдет. В 10 к новому году выйдет хорошо. Потому что сейчас я должен выпустить книгу, который я вам сказал. Обнаружение нейтрализации геопатогенных излучений Земли. А это будет? А это будет, я надеюсь, что, значит, я ее в апреле сдам. Она не закончена. Вот в следующем воскресенье мой соавтор сюда привозит отредактированный материал, после чего я окончательно, ты знаешь, окончательно редактирую и сдаю. Ну, вот я уже с издательством договорился. Но они делают довольно быстро, месяца за четыре они ее выпустят. Вот. А следующая книга, вот я засуну ту. Но тут же, понимаете, еще это, скричите, митик. Так, еще вопросы. Можно занять и самым иском. Попробуем и собрать. Очень хорошо. Ну, этим же заниматься надо. Конечно, можно. Конечно, можно. Все это надо делать. Так, есть ли вопросов нет? Через пять минут. Ну, конечно. Нет. Ну, конечно. Продолжение следует...